Государство сделало широкий жест, объявив, что потерявшие работу из-за карантина смогут получить пособие в 42 тысячи тенге. Эта сумма чуть меньше 100 долларов. Затем в число получателей включили даже самозанятых. Уже более миллиона человек подали заявки. Но выяснилось, что получить эти деньги не так-то просто. В условиях карантина нужно как минимум быть на ты с компьютером. Причем система от наплыва желающих стала виснуть. А у самозанятых, как выяснилось, даже нет счетов. Есть граждане, у которых никогда не было банковского счета. Соответственно, заявление дальше не проходит. И люди все устремились в банки, чтобы получить карточку, открыть счет. Это, с другой стороны, и вызывает недовольство со стороны банков. Понятно, что люди считают, что они не успеют подать заявление. Надо быстрее получить банковский счет. Но в условиях карантина, когда много людей собирается у банков, это нехорошо. Банки почему-то не стали удаленно открывать банковские счета казахстанцам. Хотя во время развития интернет-банкинга это не так сложно, полагают эксперты. Поэтому министр труда предложил банкам сделать это через одно окно. Так же, как это сделала Минтруда. Чиновники готовы подождать людей в течение месяца, пока те не откроют счета. Заявки самозанятых без счетов можно будет отправлять через два дня. Потому что пока система не готова. Поэтому мы сегодня-завтра проработаем, приняли такое решение. Мы сделаем так, что когда вы заполняете заявление, и у вас нету банковского счета, никогда не было, то вы не будете это поле указывать. Но хватит ли месяца, чтобы банки заработали, пока неизвестно. Потому что, по словам министра Бертанова, основной период заболеваемости придется на апрель-май. С пиком в первой половине апреля. В этот период прогнозируют порядка 3500 заболевших. В дальнейшем, в летние месяцы, эпидемиологи ожидают спада темпов, но не полного прекращения эпидемии. Эксперты не исключают повторного сезонного подъема эпидемий осенью этого года. Бауржанша Ахмед Ахмедяр Ильясов. Столичное бюро. ТДК-42.